Субтитры сделал DimaTorzok Некромас, вы опять в моей ленивой кухне и сегодня мы с вами будем готовить ленивые пельмени. Так как вы сами знаете, что Некромас любит вкусно покушать, но не хочет очень сильно заморачиваться. И у него большинство блюд как бы ленивые. Что нам понадобится? Во-первых понадобится мука, потом одно яйцо, вот такая специальная заливка, подливка как ее назвать. Я потом расскажу, только я это делал, в общем забыл снять. Это у меня делается иногда как гарнир, это запеченная с луком морковка, с болгарским перцем в масле и немножко запекается, потом тушится в воде. И вот это будет такая как подливка, потом я все объясню. Ну так же вода и две столовые ложки масла плюс соль. И так как видите, я положил все продукты в миску и сейчас начинаю замешивать тесто. Ну и тесто сначала мешаем ложкой, потом вымешиваем руками и как видите, вот уже оно готовое. Теперь ее накрываем, значит, полотенцем и оставляем примерно на 10-15 минут. Ну и вот как видите, тесто постояло уже. И теперь скалочкой мы его, как видите, тут посыпано мукой, мы ее сейчас раскатаем. Ну как всегда, это останется за кадром. Надо раскатать примерно до толщины 3-2 миллиметра. Ну вот мы раскатали тесто. И какие же пельмени без мяса? Я как-то забыл вначале сказать, нам еще понадобится вот фарш. Для наших пельменей это будет наша начинка. И сейчас вот по этому листу я выложу фарш, потом покажу, как это выглядит. Ну вот я выложу фарш. Следующий наш шаг вот так вот берем. И это все превращаем в рулет. Потом покажу, как он выглядит. Вот такой у нас получился рулет. И теперь мы берем острый нож и нарезаем его вот такими порциями. Только у меня неудобно, потому что одной рукой. Ну как я все сделал, я вам покажу. Ну и вот у нас получаются вот такие, как бы, как я их называю, пельменища. И сейчас мы будем кое-что с ними делать. Я покажу дальше. И вот на дно нашей формы для запекания мы выкладываем нашу подливку или соус. То же самое можно делать на сковороде. Ну а теперь смотрите, что делаем дальше. Берем, значит, и выкладываем вот так наши эти пельмени вот на эти все овощи. И так заполняем всю форму. Как видите, я уже их выложил. Вот вся форма заполнена. Если у вас остались еще пельмени, вот как у меня, допустим, просто ложите в какую-то посуду и ставите в морозилку. Замораживайте на следующий раз. Ну а теперь я чуть-чуть удалю, конечно, но... Так как я снимаю на двух языках, как знаете, я сейчас не буду доливать воду. Вам надо сюда еще добавить воды, чтобы пельмешки были полностью под жидкостью. Ну и тогда ставим в духовку и там тушим примерно 30-40 минут. Ну и вот уже готовое наше блюдо. Как видите, оно еще немножко тут как бы кипит. Ну а потом я выниму одну или несколько этих пельмешек и увидите, как они выглядят. Ну и вот так выглядит наше пельменища. И как видите, вот я наверх положил вот эти наши овощи, которые были в подливке, как видите, они протушились. Вот наше мясцо протушилось, да? И все сварилось, все протушилось и просто очень вкусно должно быть. Кушать можно как вот с этой подливкой, да, так и со сметаной. Сначала попробуем так, а потом сметанки положим. Только тут очень, сейчас горячо все. Ммм. Они бы знали, о боже, что за вкус. Это, ой, я не могу. Это невероятно. Вы не представляете, что это такое. Ммм. Не, это... Это чудесно, даже сметаны не надо. Я вообще-то не люблю без сметаны кушать. Но вот это, это просто чудо. Ммм. Тут некоторые жаловались, что я, как бы, о боже, мясо-то какое. А вкуснотища-то какое. В общем, что я как бы не распробую всю тарелочку. Так вот, специально для таких зрителей, я сегодня распробую весь этот пельмень. Съем его стариком. Да это просто невозможно устоять, почему-то. А сейчас я добавлю как-нибудь одной рукой своей сметанки сюда. Так. Не хочет она падать. Ну вот. Ух ты, лужа. Да это просто, я не знаю. Вы не представляете. Это райское наслаждение. Они еда. Какой, какой вкус. Ммм. В общем, я сейчас ем. Я молчу. У меня нет слов. Ой, боже. За такое можно в душу продать. Да, надолго этих пельмений, конечно же, не хватит. Потому что это такое вкуснотища. Это просто невероятная вещь, я вам говорю. Это просто мечта. Жаль, что нет моих других дегустаторов. Это бы было, я не знаю, какие звуки. Ну вот, как видите, тарелочка пустая. Что ж, вам приятного аппетита. Приятно это скушать. Это бесподобно. Ну, вам, конечно же, наибольшего здоровичка. Наилучшего. Удачки. И встретимся в других видео. Надеюсь, что мои и другие блюда будут такие же вкусные и интересные. Пока-пока. До новых встреч.